Виксне судья административного районного суда в Елгове. Чтобы подняться на ступеньку по карьерной лестнице, он прошел тщательную проверку. Юридической комиссии Сейма предоставили не только все его документы и биографию, но и рекомендации и отзывы. Однако членам комиссии этого показалось мало. Большинством голосов кандидатуру Виксне отклонили. Вдобавок голосование было закрытым. Кто, как голосовал и почему именно так, а не иначе, неизвестно. Все это до боли напоминает недавние перевыборы генпрокурора, когда на этот пост повторно не был назначен Янис Майзитес. Или еще пример выбора судей Верховного суда, когда депутаты 10-го Сейма дружно прокатили Андрея Юдина. Любопытно, что сейчас Юдин сам депутат Сейма, и у него есть свое объяснение сегодняшнему случаю. Нет сомнения, что голосовать можно и против, можно воздерживаться. Это абсолютно допустимо, нормально. Но если мы голосуем против, мы должны объяснять, почему не поддерживаем. В данном случае те, кто голосовали против, и те, кто воздержались, они ничего не объяснили. Я понимаю, юридически они ничего и не обязаны объяснять. Но так работала у нас 9-я Сейма, так работала 10-я Сейма. И мы видим те же самые традиции в 11-м Сейме. Очень плохой подход, неправильный подход. Так не должно быть. Отмечу, несмотря на решение юридической комиссии, кандидатуру судьи Алдиса Виксна еще должен будет рассмотреть парламент. Когда состоится голосование, пока вопрос.